Четвертый батальон 1-й славянской бригады держит оборону населенных пунктов по побережью реки Кальмиус в районе поселка Гранитное. Трое суток военные корреспонденты Новороссия ТВ находились на линии фронта. Обстановка здесь достаточно напряженная. Каждый день идут бои. Практически без остановки вооруженные силы Украины, находясь на территории поселка Гранитное, из тяжелой артиллерии бьют по населенным пунктам, находящимся под контролем армии ДНР. Наши ребята упрямо стоят на своих позициях и медленным, но уверенным шагом двигаются вперед, отодвигая противника все дальше и дальше. Встретившись с командиром взвода «Сером», мы попросили показать нам технику армии ВСУ, уничтоженную нашими ребятами. Мы знали, что за последние три недели подобных успехов на этом направлении было много. Серый объяснил, что для того, чтобы увидеть и снять сожженную тяжелую технику, необходимо очень близко подобраться к противнику. Безусловно, это было бы опасно. Несмотря на уговоры, командир нам отказал, пообещав показать честно отжатую противника БТР по имени Валера. Для меня деньги бумага, для тебя свобода. На американскую мечту сегодня мода. К этой мечте стремишься ты работать роботом ради бумажной мечты. Ты менеджер среднего звена, ты не работаешь под, ты работаешь на. Твой это дверь, твоя компьютерная эра. Главное не человек, а его карьера. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты работаешь в офисе. Где ты дал? Тут я. Оператор-наводчик БТР-80. Ну что, поехали на мою задачу? Трогай, САУ. Тут я не могу, как карьера. Снаряды для Нонны? Да. Это сам снаряд, но это снаряд, который у нас появился. 120 калибр. Только разрыв у него получается, как от САУ Акации 152 калибра. Потому что здесь уже не тротил, а новые содержаемые наполняемые, которые делают взрыв более мощным. Осколки летят более далеко, чем обычно 120 калибра. Чуть позже, вооружившись СПГ, АГС, РПГ и ПТУРом, группой выдвинулись на позиции. Работали по Орешнику, в котором укрепились минометчики противника. И с этой позиции обстреливают мирное население. Тебе повезло, ты не такой, как все. Ты король мира парень. Ты работаешь в офисе Мне повесло, ты не такой, как все Ты работаешь в офисе Кто сказал, что пехота — это не страшная сила? Степ! Бай! Степ! Пока от монитора не ослеп! Степ! Сейчас! Укропчики! Ждите! Привет! А ну давай! Во! Не-не, не верю! Вот самый большой, ты видишь, высоко! Вот на него, ты через него! Давай, давай! Готовим! Леня, мне стыдно за тебя! Поменял такую трубу, такую клей Ты повесло, ты не такой, как все Ты работаешь в офисе Мне повесло, ты не такой, как все Ты работаешь в офисе Оу! Ты работаешь в офисе О май гад! Стреляю! Готов! Уши! Пониже! Опусти пониже! Хорош! Хорошо! Хорошо! Лягу! Уши! Относим! Ништяк! Это отдача такая сзади! Да, это вот так вот Чистим снег! Это метров на 6, на 7 Да Метров 8 не подходить Да хорошо, что сзади никого не было 8 метров и разлет по полтора Уши! Да! М push-2 Реактивно-осколочный Реактивно-осколочный От стрелявшись не стали ждать ответки по нам С абсолютным знанием дела погрузили СПГ с остальным «БК» в «девятку» и спокойным прогулочным шагом вернулись в расположение В «девятку» там будет СПГ такого, что ни кто не видит И пусть кто-нибудь скажет, что девятка – это не танк на х**. Три богатыря ему. На следующий день мы знали, что будут работать наши минометы. С командиром роты «Старлеем» и «Серым» приехали на позицию, с которой хорошо просматривается участок местности, по которому собираются работать наши минометчики. Давай-давай! Никуда он не уедет! Да бросай ты его, б**! Я тебя ждать не буду ни х**а! Да, лютый? Ну щас мы… Б**, ты бросай его за е**! Поехали! Ты остались без съем, б**! Е**, б**, переставьте колеса на**! Кто поставил, б**, резину наоборот, б**? Е**, б**ть! Поставили летнюю лысую назад, на**! К сожалению, туман и расстояние в два километра помешали нам снять, как ложились снаряды в этой местности. Плюс ко всему тому, как только наши начали работать, тут же полетела ответка, неожиданно для нас, из танков. Из окопов мы наблюдали, как один из снарядов упал в стороне позиции, откуда стреляли наши минометчики. Все же остальные снаряды ложились около нас, в 50 и 200 метров. Здесь бы братской могилой не было, б**! Спасись, сакан! Д**! Это лево! Телефон выключается. Телефон я давно выключил. Ну, по нашим позициям. Ну, рядышком. Будем долго счет съезжаться, наверное. Ближает, как война, да? А как одинокоп. Помнишь, я тебе говорил, мы с миром в одинокоп увлезлились вчера. Как на сиротке банки. Да, мы с ним сидим и тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих-тих. На мне двое лежал. Ха-ха-ха-ха-ха-ха. Он похож. Вот, гадар. Вот он. Это наша. Да нет. Так же рядышком. Б**, вон как, сука. Прям рядом. Ну, дай бог, что рядом. Лучше перелет. Да. Чем не для лета. Ну, я боюсь, что они сейчас могут пристреляться. Вон, хоть из калашей дадим нам. Ну, как бы. Почистить. Замы забилось. Как и соседние. Как обычно. Рабочие. Пошел я за своим братишкой автоматом. Что, будем отстреливаться? Ну, чем-то постреляем. Как только все стихло, решили уходить. По пути увидели, куда ложились снаряды, пока мы сидели в окопе. А что нам еще надо, военным корреспондентам? Поваляться в грязи, поржать в окопах. Прыетаки. Почему-то бесп лица на службе. Простарт. Можно繋иных.